И снова привет! Надеюсь, вы посмотрели первую часть этой серии. В этом видео продолжим разговор об именах существительных и прилагательных, то есть типах слов. Идея, как вы помните, та же самая. Когда появляется дополнительное гласное, в слове происходит обратное чередование КОПТ. Начнем с типа слов на Э. В базовой форме слова, то есть в именительном падеже единственного числа, слабая ступень КОПТ. Она же будет и в партитиве единственного числа. Эту форму вы видите в скобках. В других формах в слове появляется дополнительное гласное, еще одна Э, поэтому ступень меняется на сильную. Поехали дальше. Рассмотрим тип слов на АС. К этому типу относятся много слов с окончанием на КАС, типа слова АС и АКАС. С конца слова в базовой форме убираем ЭС и прибавляем вторую О либо Э. Как только появилась дополнительная гласная, ступень КОПТ поменялась на сильную. А вот в партитиве единственного числа ЭС не убираем и гласную не добавляем, только прибавляем окончание партитива ТА, поэтому чередования КОПТ здесь не будет. Муиста песта хампаат аамуин иллоин. Возьмем еще один тип слов на ИН. Таких слов довольно много. С конца слова убираем букву Н и прибавляем не одну гласную, а целый слог МЭ. В этом случае все равно в слове появляется гласное, которое раньше не было. И из-за этого происходит обратное чередование КОПТ, и ступень меняется на сильную. То же самое происходит и в некоторых других типах слов, например, НАТОН и НАТАР. Но в этом видео их рассматривать уже не будем. Идея там такая же, как в словах на ИН. Ссылка на видео про тип слов на ТОН на вашем экране. Спасибо вам за комментарии, интересные вопросы и идеи для следующих видео. До новых встреч!